Здравствуйте! В эфире программа «День города» и Марина Романюк, ведущая выпуска. Смотрите сегодня. Торговцы вне закона. Павел Молков на правительстве призвал разобраться со стихийными мини-рынками. К знаниям. Новую школу в Кальном полностью заполнят к сентябрю. По волнам с ветерком. Жители Шумыша и Заокского теперь домой добираются на амфибию. К началу нового строительного сезона вся подготовительная работа должна быть завершена. По дорогам пора уже приступать к ямочному ремонту, заявил сегодня на правительстве Павел Молков. Кроме того, он снова поднял вопрос об уличной торговле. Уже по традиции заседание правительства Павел Молков начал с обращений жителей. В селе Панино Спасского района добавили еще один транспортный маршрут, а в Рязани уже начали проводить операции детям на барабанных перепонках. Двух малышей 5 и 9 лет уже готовят к выписке с улучшениями. А затем наступило время Рязани. Вначале возникли вопросы по 20-му автобусному маршруту. Елена Сорокина рассказала о своем видении ситуации. Да, признаем проблему с 20-м маршрутом во вторую смену. И есть понимание, как улучшить. В настоящий момент 20-й маршрут не входит в число магистральных маршрутов, то есть те, которые обеспечиваются ресурсами в первую очередь. Такое запланировано на 2024 год. Проблема с 20-м маршрутом, там действительно интервал во вторую смену по часу составляет. Надеемся, уверены, что она решится в мае, когда на линию выйдут новые автобусы, закупленные по нацпроекту. Еще на один вопрос по неработающим уличным светильникам на Лыбецком бульваре вроде бы был получен ответ, дескать, меняем их регулярно. Но тут вмешался Артем Бранов. На самом деле там фонари очень плохого качества от того, что они горят, они там света не дают, горят они там через один, лампочки все разные, где-то теплый свет, где-то холодный свет. Но в любом случае у нас в рамках реконструкции Лыбецкого бульвара запланирована полностью замена освещения всего Лыбецкого бульвара. Поэтому, во-первых, там будет новое освещение, оно будет одинаковое и, по крайней мере, качественное и яркое. Поэтому немножко потерпеть надо, мы в этом году все сделаем. У меня тогда просьба оперативнее реагировать на такие ситуации. Не должно быть проблем с заменой, с ремонтом фонари. Принято. Текущим. Спасибо. И хотя бы лампочки одинаковые просто поставьте. Да, тем более у нас именно в этом районе самый большой, наверное, поток людей. И рязанцы, и гости города. Освещение – это очень важный элемент благоустройства. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, прямо сейчас. Понятно, замена будет, но это еще несколько месяцев пройдет. Сейчас приведите в порядок. А вот со стихийными уличными торговыми точками в Рязани сегодня беспорядок. На Новоселов, Театральное, рядом продают и сухофрукты, и средства от тараканов. История полудетективная. Сотрудники контрольно-аналитического управления уже в лицо знают тех, кто торгует на этих точках. Товар изъять не можем по закону. Как только видят эти торговцы наших сотрудников, расходятся. Протоколы составляются, опять появляются. Приставы пытались к ним применить меры. У них нет расчетных счетов, у них нет имущества, которое можно было взыскать. То есть штраф они не оплачивают. Им нечем оплатить. Не останавливаемся все равно. Эту несанкционерную торговлю разгоняем. Ну, пока выглядит так немножко беспомощно эта позиция. Потому что торговля, если она обусловлена чем-то, то надо ее перевозить в цивилизованное русло. Если нет, ну, никто не несет ответственности за то, что там произойдет. Здесь, по словам Павла Малкова, тоже нужны новые механизмы. Системные. С привлечением дополнительных сил из других ведомств. А чуть позднее Павел Малков в Кальном принял участие в открытии новой 76-й школы. IT-пространство, современные спортивные залы, зал занимательной науки. Все это только часть новой школы. Откроется она в четвертой четверти, а полностью классы заполнятся к сентябрю. Интерактивные карты по отходу действующих, где дети могут познакомиться с основными достопримечательностью нашего родного города. Интерактивные пространства для детей, IT-класс, современная библиотека, три спортивных зала – все это разместилось здесь, в новой 76-й школе. Ее строительство стартовало в апреле 21-го года по национальному проекту образования. Родители сами выбрали место для будущей альмаматор и после активно следили за ходом строительства, которое закончилось в декабре 22-го. С четвертой четверти именно сюда направят 647 школьников, а с 1 сентября классы заполнят полностью. Это 1100 мест. Инфраструктура школы настолько богата, что здесь мы с вами сможем реализовать самые основные и смелые направления приоритетного национального проекта образования и школы Минпросвещения России. Уделить внимание и знаниям, и здоровью, творчеству, профориентации, школьному климату. Конечно же, реализация такого масштабного проекта была бы невозможна без всесторонней поддержки. Мы благодарим правительство Рязанской области, администрацию города Рязани, ваших родителей, уважаемые ребята, за большую поддержку и за осуществление контроля за ходом строительства и оснащения нашей новой школы. В школе есть небольшой музей Надежды Чумаковой. Именно ее имя и носит новая 76-я школа. Торжественное открытие приурочили к столетию со дня рождения Рязанской градоначальницы. В своем приветственном слове губернатор Рязанской области Павел Малков выразил надежду, что трудовой путь Чумаковой, ее любовь к городу станут примером для учеников. Пока мы подготовили выставку, которую разместили в нашей пиблиотеке. Здесь есть подлинные вещи. Надежда Николаевна, столбик ее рабочего кабинета. Личные вещи, которые передали родственники. Новый педагогический состав, самые инновационные подходы плюс постоянное развитие. Совсем скоро здесь откроют такие направления, как 3D-моделирование, робототехника, занятия по китайскому языку и другие. А также спортивные секции. Футбол, гимнастика, тэквондо и многое-многое другое. У нас все школы, которые сейчас строятся, ремонтируются, реконструируются, все современные. Сейчас по у нас проекту образования идет реконструкция большого количества школ. И вот мы их все сразу приводим к таким стандартам. Понятно, что если школа построена раньше, там нельзя сделать, например, такой же прекрасный спортивный зал, как мы сейчас видели. Но по уровню оснащения, по использованию материалов, по смысловому наполнению мы везде вывозим на самый высокий уровень. Павел Молков добавил, что останавливаться на реконструкции не собираются. Здесь должен быть комплексный подход. Помимо школы облагородят и территорию вокруг. Также будут подходить как к строительству новых учебных заведений, так и при благоустройстве уже существующих. Большая вода медленно, но верно продолжает наступать. Гусеничный плавающий транспортер ПТС-М стал основным средством перевозки людей из села Шумыш через затопленные участки автомобильной дороги Заоховская-Коростово. А уже оттуда пассажиры добираются до места назначения на грузовых автомобилях. Наша съемочная группа тоже прокатилась с сельчанами. В обеденный перерыв у самого сухого местечка затопленные автодороги Шумыш-Заоховская-Коростово многолюдно. Весенний разлив отрезал эти села от большой земли и теперь роль автобуса выполняет ПТС-М – гусеничный плавающий транспортер. Теперь для всех местных жителей этот водный квест – ежедневное приключение. Здесь, кстати, действительно почти как в автобусе. Даже поручни есть. Каждый день на работу ездим. Очень здорово прокатиться на амфибии. Сперва на автобусе, потом на амфибии, а сейчас поедем на КамАЗе еще. Здесь 14 километров, а едем полтора часа. Время тратим много, да. По левому борту внимание привлекает местечковая амфибия. Это как в заповеднике увидеть проплывающего мимо лося. Ну а что, танки, как известно, грязи не боятся, поэтому самые отважные, ну или нетерпеливые. Разлив пересекают на свой страх и риск. На тракторах. Впрочем, желающих рискнуть в таких частных поездках немного. А вот вместительность уже рейсового транспортера по паспорту 70 человек. Под вечер может быть и больше, но ехать-то все равно надо. Пусть в тесноте, да не в обиде. Вообще, по графику автобуса мы ездим. Ну, сегодня утром мы рейсами делали, потому что было очень много людей. Утренний рейс. Сейчас обедничный, видите, мы все вылезли в один ПТС. Вечером не знаю, что будем рейсами делать. Следующий этап – поездка в грузовике. А там уже и до дома рукой подать. А ПТС-М уходит в новый рейс. Его грузоподъемность, кстати, на воде 10 тонн при перевозках по суше – 5. Так что, в случае чего, этим же танкам в отрезанные села доставляют провизию и медикаменты. В таком режиме местным курсировать в город и обратно, похоже, придется еще долго. Месяц, как минимум. Партнер программы «День города» – выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Свежая и вкусная продукция к вашему столу. Возле торгового центра «Премьер» до 1 апреля включительно. 6 апреля – день работника следственных органов. В преддверии праздника наша съемочная группа побеседовала с молодым следователем, который в профессии совсем недолго – всего 2,5 года. О самых запоминающихся делах расскажем далее. Дмитрий Тарасов следователем хотел стать еще со школы. Так что с выбором учебного заведения вопросов не возникало. Несколько лет обучения, и вот уже 2,5 года Дмитрий Тарасов расследует уголовные дела. В его практике уже были и резонансные случаи, такие как организация незаконной миграции и изготовление оружия на дому. Своё первое дело Дмитрий Тарасов помнит до сих пор. Говорит, что было оно довольно забавным. Обвиняемый украл у возлюбленной карманные деньги. Однако весь судебный процесс клялся ей в любви. Клятвую мужчину не спасли. Однако первые походы в суд для Дмитрия были в новинку. Но тут помогли и старшие товарищи. Институт наставничества у следователей развит хорошо. И советам всегда помогают. Оттого и сотни раскрытых дел и столько же благодарностей. Порой даже неожиданных. Хочу сказать, что мы помогаем не только потерпевшим, но и также люди, которые привлекаются к уголовной ответственности. Всё же с ним проводишь большое количество различных следственных и инфрациальных действий, общающихся с ним. Некоторые люди находятся в крайне трудной, тяжёлой ситуации. И в ходе расследования главного дела, то есть проведения следственных действий, в ходе общения с данным человеком, иногда получается так, что давай ему советы, говоря, как и что ему нужно дальше делать, чтобы в нормальное русло вернуться к нормальной жизни. Он тебя может услышать, прислушаться и впоследствии даже поблагодарит. Свой путь Дмитрий Тарасов начал ещё в следственном отделе по Московскому району. Там дела были одноэпизодные, небольшие. Каждый специалист мог вести до 10 таких одновременно. Теперь же с повышением в следственном управлении МВД количество дел сократилось до 3-4. Однако это уже приличные многотомники, где на расследование каждого порой уходит много сил. При этом рабочий день у следователя далеко не нормированный, и в кабинете можно засидеться до глубокой ночи, а дома ждут жена и ребёнок. Если грамотно планировать свой рабочий день, то можно не пропадать и вовремя приходить домой и проводить все выходные с семьёй. Так что всё это отговорки. Семья – это мой надёжный тыл. Они всегда поддержат, примут, несмотря на те трудности, которые возникают. Очень рад, что они у меня есть. Следователь – это человек с аналитическим складом ума, говорит Дмитрий Тарасов. Ему важно уметь направить расследование в нужное русло. Ведь на плечах ещё и определённые обязанности за судьбу человека, который привлекается к уголовной ответственности. Тут надо быть на 100% уверенным, что подозреваемый виновен. Права на ошибку нет. Прокурорская деятельность многогранная и охватывает разные сферы человеческой жизни. В том числе проверяют прокуроры и законность в области исполнения закона об охране леса. В июне прошлого года житель посёлка Лашма Касимовского района вырубил деревья в лесничестве. При этом договора купли-продажи лесных насаждений или договора аренды земельного участка у него не было. А это – прямое нарушение действующего законодательства. В Межрайонной прокуратуре в Касимовский районный суд Рязанской области направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого ущерба в размере 377 тысяч рублей. Приговором суда уроженец Касимовского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 260 Уколовного кодекса Российской Федерации. Ущерб государству, причинённый вырубкой девяти сосен, оценили в почти 400 тысяч рублей. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Всё от производителя. С 27 марта по 1 апреля. ТЦ «Премьер». В клинике семейной на базе стационара работает Центр акушерства и гинекологии. Комплексный подход к здоровью женщины. Проведение малоинвазивных гинекологических операций любой сложности. Безопасная анестезия, быстрая реабилитация и комфортное пребывание. Редактор субтитров А.Семкин